В августе 2019 года Кэти Перри выпустила сингл под названием Small Talk. И мы подумали, не крутой ли это способ поговорить на тему Small Talk? Что это такое и с чем это едят? В этом видео мы разберем фразы из песни Кэти Перри, а также поговорим о четырех главных принципах любого Small Talk. А в конце этого видео вы сможете пройти специальный тест по ссылке в описании, чтобы проверить свои знания и закрепить материал. Поэтому заваривайте чаек, проверьте, подписаны ли вы на наш канал и поехали! Итак, прежде всего, что такое Small Talk? Urban Dictionary говорит о том, что это Бесполезный и необязательный разговор в попытке заполнить тишину в неловкой ситуации. Глагол to attempt означает пытаться, пробовать. Например, attempt to start over. Попытайся начать все сначала. Или, например, пытаться, пробовать, по-настоящему учить английский вместе с нами в школе English Show. Двухмесячный спикинг-марафон, индивидуальные занятия с преподавателем. Native Show – место, где вас обучают носители языка. Бесплатные и платные брошюры. Подготовка ко всем видам экзаменов. Все это и многое другое вы можете найти у нас на сайте ingresshow.ru. Там же есть форма для записи на первый бесплатный урок. Успехов в обучении английского языка! А мы продолжаем. Другими словами, small talk – это такая легкая беседа ни о чем. Чаще всего мы используем small talk, когда разговариваем с теми, кого не очень хорошо знаем. Я не могу поверить, что мы прошли от незнакомцев до влюбленных и опять до незнакомых. Или вот еще ситуация, где понадобится small talk. Люди встречаются на работе, и если у них ничего не выйдет, это может быть ужасно неловко. Awkward означает неловко, неудобно. Итак, что нужно знать о small talk? Четыре основных принципа. Первый. Никогда не говорите о чем-то слишком личном. Выбирайте безопасные темы, которые не заденут собеседника и не станут предметом спора. Тогда о чем говорить? Мы разговаривали обо всем сейчас, только о погоде. Ну ладно. Погода – самая распространенная тема для small talk. К таким темам можно также отнести и последние новости. А если вы не уверены, о чем поговорить, то можете просто спросить о том, как проходит день собеседника, как он себя чувствует и тому подобное. Напишите в комментариях, какие еще темы подойдут для small talk. А вот о чем не стоит говорить версия Кэти Перри. Круто, ты не завтракаешь. Потрясно для тебя. Второе. Слушайте. Будьте внимательны к тому, что говорит ваш собеседник. Будьте терпеливы и не перебивайте. Даже если все, что говорит ваш собеседник – это... Третье. Проявляйте неподдельный интерес. Относитесь к разговору не просто как к вынужденной болтовне. Каждый новый человек, которого вы встречаете, представляет собой новую, уникальную возможность. Возможно, вы даже можете стать друзьями в будущем. Четвертое. Задавайте вопросы, ответами на которые будут не односложные фразы типа «да» или «нет». Например, вопрос «Как вам новый голос в наших видео? Нравится?» «Да» или «нет»? Такой вопрос не подойдет. А вот Хэти Пэрри в своей песне использует такие вопросы. Разве не странно, что ты раньше знал меня? И раз уж мы говорим об этой песне, мы не можем не упомянуть спрятавшуюся там идиому. Дословно «Лучшая вещь после хлеба нарезки». Значение. Удачная идея. Что ты или кто-то, кого можно назвать лучшим на свете. Все на вечеринке считают, что ты лучший на свете. Не забудьте, что Small Talk – это еще и отличная возможность прокачать свой английский. Такие короткие беседы на отвлеченные темы помогут вам почувствовать уверенность в своих силах и в своем английском. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк этому видео и пройти тест по ссылке в описании. С вами был English Show. Пока!